Целый день в Днепре избирают меру пресечения третьему подозреваемому в убийстве бойцов АТО. Я напомню, перестрелка произошла на минувшей неделе на проспекте Гагарина. Обвинение утверждает, что Давид Побилер был вооружен и находился среди нападавших. Согласна ли с этим защита? Узнаем от Елены Миндалюк. Подозреваемого Давида Побилера в суд привезла скорая. Во время слушаний он находился на каталке, жаловался на плохое самочувствие. У меня инфекционное заражение. Это меня все убивает. Давид Побилер, как и избежавший Давид Калашников, тоже гражданин Израиля, в прошлом году был осужден за незаконное владение оружием. Получил три года условно. В суде его интересы представляют сразу три адвоката. По их словам, 24 июля их подзащитный стал случайным свидетелем перестрелки, получив при этом ранение в ногу. Случайный человек? Случайный человек, да. Да, но рядом кафе, рядом люди могут встречаться, общаться. Тут ничего такого нету противозаконного. Адвокаты считают, подозрения Побилеру вручились нарушениями, объявили на русском языке, хотя подозреваемый его не знает. К тому же, прямых доказательств его вины нет. Прокуратура претензии считает надуманными. Говорят, Побилер родился в Украине, только после 7 класса уехал в Израиль. Защита просто затягивает время. Избирать Побилеру меру пресечения по статье умышленного убийства сегодня суд таки не смог. Руки, стекло отведенные для этого время, зато задержали по другой статье вымогательства. Из-за жалоб подозреваемого слушание прервали. Приехала скорая, но возвращать Побилера в больницу адвокаты и родственники не захотели. Отойди, я к врачу. Ну, вы меня не пытаетесь. Под усиленной охраной подозреваемого в СИЖУ увезли в больницу Мечникова. Заседание продолжится завтра. Два участника конфликта Александр Лакиза и Станислав Вильчишев находятся в СИЗО. Еще одного, Давида Калашникова, на выходных родные забрали в Израиль. Якобы на лечение. Елена Медорюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.